Всем доброе утро! Меня зовут Денис, я занимаюсь блокчейн-направлением в софтсерве. И сегодня я вам расскажу, как мы поучаствовали в таком мероприятии, как Call for Code. Для начала немножко расскажу, что это такое. Call for Code – это, собственно говоря, хакатон, который был организован на IBM. И основная его цель – это создать какой-то solution, который мог бы помочь в случаях, когда есть какой-то природный катаклизм. То есть это была тема нынешнего 2018 года. Собственно говоря, мы решили поучаствовать в этом всем. И основные цели, которые мы ставили перед собой – это построить решение, которое могло бы помочь, например, доставлять товары первой необходимости, разнообразные медикаменты в те места, где это действительно нужно. Одно из самых главных требований, которые мы перед собой ставили, чтобы было это все максимально прозрачно. Поскольку мы работаем с благотворительными организациями, мы хотим, чтобы все эти средства, которые мы донатим в нашу систему, их можно было поревьювать, чтобы мы могли посмотреть, что куда пошло, какие деньги куда расходовались. Соответственно, для того, чтобы это все сделать, мы еще внедрили туда такой немножко хайповый момент с обменом их криптовалют. Но об этом немножко расскажу позже. Итак, собственно говоря, Хакатон стартовал этим летом и понеслась. Что же мы хотели привнести? Какой основной был смысл этого салюшена и какой же валют он давал людям? Во-первых, это было распределенное решение. Соответственно, мы попытались объединить разные группы людей по разную сторону от разнообразных природных катаклизмов. То есть, например, у нас есть торнадо, землетрясение, наводнение или все что угодно. И для того, чтобы можно было помочь людям быстро и эффективно, мы создали салюшен, который базировался на Hyperloger Fabric, как блокчейн-салюшен внутри, для того, чтобы мы могли поревьювать обратно все изменения в нашей системе. Для того, чтобы заводить деньги, естественно, у нас был криптообменник. То есть, мы могли заводить, например, Bitcoin, Pyr, все что угодно, потом это все конвертируется обратно в фиатную валюту. Почему? Потому что многие онлайн-магазины до сих пор не работают с криптовалютами. Соответственно, просто так задонатить эфир и думать, что все будет хорошо, оно так работать не будет. Соответственно, нужно тоже вводить такой элемент, как обменник. И самое, наверное, интересное, мы решили, что просто так доставить помощь в место, где это нужно людям, будет неинтересно. Поэтому мы решили это делать с помощью дронов. Но в действительности для этого есть один очень большой резин, почему мы так сделали. В действительности после разнообразных природных атопизмов в основном разрушается инфраструктура. То есть, например, у нас нет возможности взять и просто так доставить к месту события. Например, у нас завалены дороги, у нас вообще все разрушено. Соответственно, не всегда есть возможность напрямую подойти и передать человеку то, что он хочет. Для этого мы решили, что мы будем все это делать с помощью дронов обратно-таки. Например, мы взяли какой-то там совсем простой бакунок, назовем его так, да, и, конечно, положили туда предметы первой необходимости, медикаменты и все прочее. И после чего подъехали максимально близко к месту происшествия, после чего запустили наш дрон. Так это все должно выглядеть на бумаге, да. А как в действительности узнаем чуть-чуть попозже. Ну и обратно-таки все эти операции относительно доната, доставки, ввода, вывода денег, блокирование того, что там происходит внутри системы, оно отображается в блокчейне. Соответственно, потом мы это все можем проверить публично. Никто это не сможет изменить, что, собственно говоря, есть очень большим плюсом для такой публичной платформы, да, которая работает с благотворительностью. Итак, в чем же, собственно говоря, проблема? Почему IBM решил выбрать для Hakatona 2018 года именно такую тематику? Основная причина – это то, что в последние, там, 10, 20, 30, 40 лет численность населения растет очень большими темпами, соответственно, тот ущерб, который наносится разнообразными природными катаклизмами, он с каждым годом становится все больше и больше. Соответственно, больше разрушений, больше ущерба, больше социального влияния. Соответственно, для того, чтобы как-то с этим всем справляться, было предложено именно такая идея. И еще одним из основных вопросов, например, для тех же штатов, то, что, несмотря на то, что есть хорошая возможность для того, чтобы после какого-либо капитализма восстанавливать инфраструктуру, но все равно убытки остаются очень большими, ввиду того, что, например, та же страховка, она не всегда и не все покрывает. Соответственно, даже там всякая частная собственность, она не всегда имеет правильный полис, и, соответственно, восстановить все это практически невозможно. Итак, наше решение называется E-Chain. Сейчас я немножечко расскажу более детально о том, что мы предложили и как это будет работать. Но для начала мы сфокусировались на одной более конкретной проблеме. Мы решили, что, скажем так, метигейтить абсолютно все природные капитализмы практически нереально. Вернила. Раз-раз. О, так гораздо лучше, думаю, да? Итак, мы решили сфокусироваться на одном конкретном капитализме – это торнадо. Для того, чтобы понимать вообще весь объем того, что происходит, вот статистика за 2017 год по штатам. То есть, как мы видим, произошло 165 торнадо, и вся вот эта вот штука затронула практически 300 городов. Соответственно, из этих 300 городов мы получили там в районе 500 человек, которые были ранены, и более 30 смертей. То есть, в действительности, это очень большой ущерб, да, нанесенный как людям, так и, собственно говоря, их имуществу. Давайте вот рассмотрим на конкретном примере, на примере 22 января одной из торнадо. Как мы видим, в действительности торнадо, она распространяется практически по прямой линии. Соответственно, все, что находится в рамках этой линии, практически всегда разрушено. То есть, там будут разрушены дороги, там будет разрушена вся инфраструктура. Понятное дело, что там будут разрушены дома, поскольку они практически всегда строятся из картона и всего прочего. Соответственно, все летает очень хорошо. И, соответственно, подъехать туда иногда невозможно. С учетом того, что в основном всегда под домами есть бункера, в которых прячутся люди, то вокруг все будет, скажем так, забито хламом, и подступиться туда будет очень-очень сложно. Вот из этого именно торнадо мы видим, что только одно это торнадо нанесло более чем 310 миллионов ущерба. То есть, вроде бы, оно там еще и не самое большое по шкале их не торнадо, но тем не менее. Итак, что же мы предлагаем? То есть, как я говорил ранее, мы размещаем определенные склады на территории того государства, где все это будет происходить и где мы хотим бороться с определенным родом катаклизм. И основной смысл в том, что люди, которые находятся в эпицентре события, или же, например, волонтеры, которые знают, что в том месте люди нуждаются в помощи, и они создают запрос внутри нашей системы. Какой-то из фондов или благотворительных организаций этот запрос опробует, после чего мы выполняем доставку. То есть, максимально близко подъезжаем машиной, куда мы можем, естественно, и затем уже запускаем дроны для того, чтобы это все добро доставить в нужное место. Итак, какие же основные use-кейсы в этой системе мы определили, которые будут использоваться в 99% случаев. Первый кейс — это, понятное дело, что мы в нашей системе должны создать запрос, чтобы нам, например, что-то нужно. Предметы первой необходимости, медикаменты, возможно, какие-то минимальные гаджеты, батарейки, фонарики, все что угодно, все, что может понадобиться для того, чтобы разгребсти завалы или просто даже банально выжить в ситуациях, когда вокруг разрушена фактически вся инфраструктура. Второй кейс, который очень важный, он связан с ограничением самого дрона. То есть мы же не можем запустить сколько угодно дронов с, я не знаю, 10 килограмм, 20 килограмм, 30 килограмм. То есть у нас есть ограничения по весу, которые мы можем доставлять. Соответственно, мы должны весь тот список, который, например, нам создал человек, поэтому мы его должны разделить на какие-то определенные корзины и уже эти корзины доставить столько раз, какой у нас капасити этого списка. Для того, чтобы обеспечивать возможность складам закупать товары, естественно, нам нужны донаты. Соответственно, это все делается с помощью обменника. У нас есть модуль эксченджа. Мы можем донатить, используя разнообразные криптовалюты, и уже они будут переводиться в фиатные тогда, когда мы будем реально осуществлять закупку. Все эти действия, которые есть в системе, они, естественно, логируются. Они записываются на блокчейне, они чейнятся. То есть у нас от момента создания нашего запроса до того, как мы реально доставили нашу посылку, все эти действия можно будет подтрекать, мы все это можем посмотреть. Для чего это нужно? Для того, чтобы в конечном итоге провести аудит. То есть все предельно просто. Мы в конце, если думаем, что, например, наши средства потратились куда-то не туда, мы спокойненько себе зашли, посмотрели, посмотрели по таймстанкам, что, где, когда произошло, и таким вот образом обеспечивается практически полная прозрачность всего этого процесса. Итак, более детально по доставке давайте поговорим. После того, как человек создал запрос, что ему что-то нужно, система работает следующим образом. У нас есть определенное количество благотворительных организаций, которые участвуют внутри системы. И, соответственно, для того, чтобы этот запрос обработался, мы должны взять и заопровить этот реквест. То есть какая-то благотворительная организация берет на себя ответственность за то, что она будет это выполнять. Соответственно, после того, как организация опробует определенный реквест, автоматически идет закупка через онлайн-магазин. Это вот как раз то место, где используется наш обменник, поскольку мы-то донатим в криптовалюте, а онлайн-магазины должны покупать, используя доллар или евро. Соответственно, в этот момент мы делаем продажу, закупаем нужные товары и доставляем их в наш склад. Обратно-таки. Потом мы это все дело пакуем. После того, как мы запаковали, мы начинаем отправку. И обратно-таки. Все мы это трекаем. Итак, вот более детально по обменнику. Обратно-таки. Это практически все то, что я уже и рассказал. То есть, делаем обмен только тогда, когда у нас есть потребность в закупке определенных товаров, и если нам нужно что-то доставить на склад. Итак, по ограничениям. То есть, основные ограничения в нашей системе будут какие? Понятное дело, что это дальность полета дрона, поскольку мы не можем бесконечно далеко его отправлять, ввиду того, что он просто не долетит туда. И второе ограничение, это, естественно, вес товаров, которые мы можем доставить. Плюс обратно-таки. Мы все живем в реальном мире и понимаем, что мы не можем доставить дронами что-то, если у нас, например, прежнего плохая погода. Ну, то есть, какой смысл запускать дрон в какую-то ветреную погоду, если он просто улетит в какое-то непонятное направление и все равно не доставит. То есть, в действительности, применимость этого solution может быть только тогда, когда уже какое-то стихийное бедствие прошло. То есть, уже все довольно-таки успокоилось. Иначе просто не имеет смысла это все запускать. Поэтому вот такая вот ситуация возникает. И обратно-таки. Ввиду того, что мы хотим все действия и все позиции дронов трекать, возникает ситуация, что даже в рамках, например, какого-то там стихийного обвеса не всегда есть connectivity. Соответственно, мы не можем передать данные по сети или еще каким-то образом. Чтобы это как-то сгладить, мы еще придумали, чтобы дроны между собой тоже обменивались данными. Поскольку, если у нас есть какая-то ситуация, то, естественно, у нас будет в этой области не один дрон летать. То есть, у нас в разные точки будут доставляться определенные посылки. Соответственно, если какой-то дрон, например, в какой-то момент упал или зацепился, или, не знаю, кто-нибудь забрал себе и захотел с ним убежать, то этот момент мы тоже записываем и по телеметрии мы потом это все можем проверить. Итак, какие же основные quality-атрибуты мы хотели достичь в нашем решении? Первое, наверное, самое главное, это стойкость в те моменты, когда у нас, собственно говоря, что-то произошло. То есть, мы хотели объединить разнообразных пользователей по разную сторону от этого вот события для того, чтобы уменьшить ущерб, который наносится публичной инфраструктуре, и в том числе помочь людям выбраться из ситуации. Понятное дело, что high availability тоже очень важный quality-атрибут, поскольку, если человек в нужный момент не сможет создать запрос, то какой, собственно говоря, смысл от этой системы? Да, то есть, solution ради solution это тоже не вариант. Ну, а все остальные quality-атрибуты, которые мы видим, tampering, prevention, transparency, metability, auditability, это все, в принципе, выходит из того, что мы будем использовать под капотом блокчейн. Соответственно, с помощью блокчейна мы как раз их будем и достигать. А mobility означает, в принципе, то, что мы можем это все делать с мобильных девайсов, то есть, чтобы это все было удобно. Итак, какие же основные сценарии тоже есть в этой системе? Понятное дело, что доноры должны в 100% случаев знать о результате и успешности прохождения их транзакций, то есть, у нас не должно быть такое, что где-то зависли деньги, что у нас не произошел обмен, что обмен произошел, а деньги не зачислились. То есть, это все, действительно, все очень важно. И чем, например, страдали изначально всякие wallet, которые работали с биткоинами, то, что они в действительности вообще не работали. То есть, еще в 2010-2012 годах, когда выпускался новый wallet, еще в течение первого полугода-года пользоваться им это было такой себе лотереей. То есть, транзакция могла пройти, могла не пройти, могла пройти как-то странно. То есть, это все в действительности зависело не от самого протокола биткоина, это все зависело от, скажем так, прямизны рук девайлопера, который разрабатывал этот кошелек. Соответственно, для нас было очень важно достичь именно качества в обмене. Обратно-таки, ввиду волатильности самих криптовалют, очень было сложно еще пересчитывать курсы, поскольку закупали мы реальную фиатную валюту, а вся благотворительность, она, по сути говоря, лежала в крипте. Соответственно, это тоже такой момент с пересчетом курсов, был тоже довольно-таки сложным для этой системы. Что мы еще для себя поставили? Мы поставили, что в 99,95% все люди должны иметь возможность получить данные, которые есть у нас в системе для того, чтобы провести аудит. И для себя мы заложили, что, в принципе, одна сотая потеря данных от телеметрии, в принципе, будет так. То есть, нам в действительности не нужна абсолютно вся телеметрия для того, чтобы проводить LD-систему. То есть, если у нас там какие-то точки где-то потеряются, в принципе, не суть важно. Мы и так знаем, в принципе, траекторию, что и куда у нас доставлялось. Итак, почему же блокчейн? Всегда, когда кто-либо выступает на тему блокчейна, возникает вопрос, а нафига он там нужен? То есть, это такая тема, что в 99,99% случаев блокчейн на действительности не нужен. Потому что все, скажем так, на волне хайпа пытаются его применить в любые ситуации. Но здесь для этого есть определенный и специфический ризен. Я сейчас объясню, какой. Блокчейн нужен тогда, когда у нас есть несколько организаций, не связанных между собой и которые, в общем случае, доверять друг другу вообще не должны. Здесь у нас в этой системе есть полный пул таких организаций. То есть, у нас есть куча благотворительных организаций, у нас есть организации, которые проводят аудит этой системы. И у нас есть, собственно говоря, пользователи, которые, в принципе, сами себе являются небольшой организацией. Соответственно, основной вопрос, когда мы жертвуем что-либо на благотворительность, это как расходуются эти средства. То есть, в текущей имплементации нет такой публичности в расходе средств. То есть, мы видим, что деньги куда-то ушли, они как-то расходовались, но в действительности вычитывать абсолютно все репорты, те, которые делают эти организации, это практически нереально. И отследить именно момент, куда именно были они потрачены, тоже нереально. Соответственно, в данной имплементации это все возможно ввиду того, что сразу же понятно, как и где деньги были расходованы. Поскольку у нас есть лох-транзакции, у нас есть запросы от реальных людей, которые нуждаются в помощи. Ну и, соответственно, мы это все можем спокойно отследить. Итак, что же мы в итоге сделали? Как я уже сказал, у нас в блокчейне ядро было написано на Hyperledger Fabric. То есть, это в действительности логично, если у нас есть хакатон от IBM, Hyperledger Fabric – это фреймворк, который написал IBM, то, естественно, логично использовать его для, скажем так, построения своего solution. Ну и одним из условий хакатона – это было использовать IBM Cloud. Соответственно, кроме Hyperledger Fabric, там на тему ничего не поддерживалось. То есть, тоже как бы один из основных моментов. Сами же дроны тоже у нас были оборудованы с Wi-Fi и 4G, для того, чтобы можно было передавать телеметрию. Об этом тоже потом немножко расскажу более детально. Про криптомодули я уже рассказал. Ну и основной смысл – это то, что нам не нужен был какой-то супер-упер-перформанс от этой системы. То есть, основная цель, которая должна была быть достигнута – это как раз аудит. Соответственно, нам не нужен практически никакой реал-тайм в выборке наших данных. Главное, чтобы они там были. Итак, вот примерно так выглядит на хай-левеле архитектура этого великолепного solution. То есть, из того, что мы видим, то, что я уже сказал, у нас основные пользователи – это у нас adseekers. Такие люди, собственно говоря, которые создают запросы на помощь. У нас есть разнообразные благотворительные организации и доноры с помощью своих кошельков заводят деньги в нашу систему. Есть, соответственно, процессор, который переводит крипту фиатную, когда это нужно, обратно-таки записывается это все внутри нашего распределенного ledger. То есть, вот этот вот квадратик с надписью consensus – это означает, что все ивенты, которые туда попадают, они будут залогированы. То есть, после того, как мы перевели деньги, у нас есть inventory. То есть, наш склад, обратно-таки, он запускает доставку и все вот это вот очень весело и интересно работает. Итак, еще раз более детально расскажу, какие у нас есть участники внутри этой сети. Это, собственно говоря, доноры. Понятное дело, что они делают adseekers – это люди, которые нуждаются в помощи. Фонды и организации тоже, в принципе, понятно. Дроны – понятно. Склады – я о них тоже уже рассказал. Ну и для того, чтобы все это дело могло быть выполнено автоматически, у нас есть exchange-процессор, который, собственно говоря, является отдельной ролью внутри нашего ledger для того, чтобы тоже иметь возможность логировать все эти ивенты. Соответственно, моделька была в действительности совсем простой. То есть, для того, чтобы поддерживать вот эту вот всю кучу flow, в действительности было создано всего лишь три сущности. Первая сущность – это продукт, который нам нужно было доставить. Вторая сущность – это корзина, когда мы разделяли нашу покупку на корзины для того, чтобы доставлять бронами. Ну и последнее – это, собственно говоря, заброс. То есть, там хранилась информация относительно всего контекста, который был использованный для саппорта вот этого всего flow. Итак, обратно-таки исходя из этого у нас было определенное количество транзакций, которые мы могли проводить внутри нашей системы. Обратно-таки все изменения они прооткастились всем участникам сети. Соответственно, кто угодно мог подписаться и увидеть, какие были изменения. Итак, какие же мы сервисы использовали? Для того, чтобы это все саппортить, мы использовали CloudDat для того, чтобы хранить данные от телеметрии. Понятное дело, что для того, чтобы нам задеплоить наши сервисы, такие как, например, REST-сервер и наш Exchange-процессор, мы использовали Cloud Foundry Applications. И понятное дело, что для аналитики и для мониторинга использовали тоже некоторые компоненты из IBM-овского клауда. Вот так вот выглядит теперь полный flow от момента того, как мы создали запрос, к тому моменту, как мы его доставили. То есть создали запрос, поставили метку на карте, куда мы хотим доставить нашу помощь. Какой-то фонд запробил этот реквест. Автоматически все это купилось через онлайн-магазин, доставилось на склад. На складе это запаковалось, после чего уже дронами мы это доставили. И в конечном итоге залогировали это все для того, чтобы как бы запробовать то, что мы в действительности доставили что-то и что-то купили. Вот так вот это и выглядело с точки зрения пользователя. То есть есть какой-то человек с iPhone X, который нуждается в помощи. Ну то, я не знаю, гироскутер разрядился, нужно батарею привезти. Да, он логинится в наше приложение, заходит, создает запрос. Вот такая вот интересная иконка. Мы очень долго думали на том переделать ее, потому что она чуть-чуть похожа на свастику, но потом подумали, что просто нужно зумить хорошо, чтобы видеть это. Поэтому, собственно говоря, ставим метку, нажимаем да и полетело. После этого уже вся магия начинает работать о том, как я говорил. С точки зрения, как это выглядит на бэкэнде, то есть у нас есть RS-сервис, который напрямую общается с нашим блокчейн-нетворком. Для прототипа мы решили, что у нас там не будет какого-то супер-упер децентрализованного solution. У нас будет всего две организации. Первая для того, чтобы мы могли общаться напрямую с нашими клиентами. Я имею ввиду iOS и Android. И вторая организация была в виде аудита, то есть та, которая должна была проводить его. Ну, и поскольку у нас было всего две организации, то нам не нужен был какой-либо супер-упер-консенсус. Соответственно, мы выбрали просто соло для нашего ордера внутри HyperLogy Fabric. Вот, собственно говоря, вот так вот это все выглядит после того, как мы запустили наш solution. То есть можем зайти посмотреть всю нашу аналитику относительно того, как работает наш нетворк. Обратно-таки, это все было бы очень долго в действительности писать, поскольку сам Hackathon, он рассчитан был на три месяца. И, насколько я помню, одним из условий, что команды должны быть не более чем пяти человек. Соответственно, за три месяца команды из пяти человек нужно было предоставить что-то более-менее рабочее. И одна из проблем, с которых сталкиваются вообще любые разработчики сейчас с блокчейн-системами, это то, что конфигурация самого ядра, она весьма сложная. И, скажем так, написать клиенты к этим всем системам, это не такая уже простая задача. То есть в действительности там ничего сложного нет, однако она просто объемная. И одним из больших плюсов было то, что Hyperledger позволял автоматически генерировать листовый клиент к нему. Это спасло очень много нашего времени, но после того, как мы засубмитили наш салюшен, внезапно оказалось, что IBM решил деприкейтнуть его. Соответственно, кроме как в прототипе он больше использоваться не будет. То есть это было одним из таких минусов, с которым нам пришлось в итоге столкнуться. И самое интересное, что после того, как они задеприкейтили Hyperledger Composer, они в действительности не предоставили никакой альтернативы. То есть теперь это придется писать заново и вручную. Итак, вот так выглядит наш обменник. В качестве трейдинговой платформы мы выбрали Gemini, поскольку она позволяла работать с несколькими криптовалютами и еще и выводить их, к тому же, на фиатные. То есть обратно-таки все то же самое, те же самые сервисы и все это использовалось у нас в прототипе. И последнее из диаграммок, что я хотел показать, это именно как телеметрия, собственно говоря, сохранялась от Cloudant. То есть тоже довольно-таки все просто. Общаемся через тот же REST, общаемся, забираем телеметрию с дронов, ее там сохраняем, потом строим аналитику. Если что-то нужно, записываем в блокчейн. Итак, все бы это было просто тратой времени, если бы это было все на бумаге, если бы это все было прототипом. Но мы решили его испытать. И для этого мы выбрались в реальное поле. Итак, вот так вот выглядел наш в конечном итоге андроидный клиент. То есть задача андроидного клиента была в основном в том, чтобы предоставлять такую реал-тайм дэшборду для операторов дронов. То есть я мог как оператор открыть борду, посмотреть, какие есть точки, куда мне нужно доставить какую помощь, выбрать любую точку и начать на ней доставку. То есть мы видим три кружка, куда нужно доставить какие-то товары. Зелененький прямоугольничек означает, что наш дрон находится как раз в рамках доставки и мы можем ее завершить. То есть нужно понимать, что дрон не может с точностью в один метр доставить какой-то товар и четко его посадить туда, куда мы хотим. Это практически нереально. Соответственно, мы допускаем, что там в рамках 10 метров, радиус 10 метров, если мы попадаем в этот круг, то доставка может быть осуществлена. То есть это, в принципе, абсолютно реальный реклайм. Вот, соответственно, так вот выглядит начало процесса доставки дронами. Вот мы видим прекрасное поле. Это было поле под Киевом. Мы выбрались втроем и испытали реально этого дрона. Вот так вот эта вся телеметрия записывается внутри блокчейна. То есть обратно таки все прозрачно, все мы можем потом просмотреть. Вот это кадры из реального полета. Вот мы видим человека, который хочет разбить наш дрон. Соответственно, у нас мы еще прикрутили Face Recognition для того, чтобы определять лицо этого товарища. Потом мы пробивали его по базе паспортов Украины и просили у него возмещения. Ну, шутка, конечно, не была такого. Телеметрия, которую мы видим, ее тоже можно было потом записать, удалить, все что угодно сделать. Так что, в принципе, не так интересно. И основной момент – это момент доставки. То есть когда мы находимся внутри какого-то окружка, где мы должны осуществить доставку, когда он становится зелененьким, естественно, у нас была кнопочка прострелить там все, что угодно возможно. Ну, в действительности просто осуществить сброс нашего товара. То есть у нас к дрону была привязана какая-то маленькая коробочка, которая, когда мы находились в кружке, мы ее могли отпустить, и она туда падала спокойненько. И одним из требований, которые мы хотели сделать, это чтобы в процессе доставки была сделана фотография того места, куда оно было доставлено. То есть потом мы могли провести аудит и посмотреть, что да, действительно, вот там вот оно есть. Соответственно, вот так вот выглядит фотография с места доставки. Ну, просто дрон упал в траву, поэтому там ничего отсюда не увидишь. Так, обратно-таки записали это все дело в блокчейн. И после того, как оператор подтвердил то, что доставка осуществлена, у нас с нашей дешборды этот кружочек исчезает. Соответственно, что под капотом при этом происходит? При этом мы имеем ту ситуацию, что у нас автоматически прошел весь flow, у нас затрекали все состояния нашего запроса. Соответственно, он исчезает с дешборды и становится архивным. Он больше не доступен для какого-либо действия. Тем мы его можем только поревьювать. Соответственно, в конце всего этого действия у нас еще есть дешборда, где мы можем посмотреть все доставленные и недоставленные наши посылки. То есть мы видим, у нас есть две доставленные, одна недоставленная, и есть наша начальная позиция. То есть мы, например, после какого-либо стихийного объявления можем потом посмотреть вообще всю карту доставки, как мы сделали покрытие, достаточно ли нам было, например, техники для того, чтобы это осуществить, сколько у нас там было полетов и вообще все, всю водную статистику. Итак, а теперь же возвращаемся к вопросу, ну, раз такой супер-пупер-солюшен, раз мы даже там реально что-то доставили в поле, а кто же выиграл? Сейчас вот я немножко расскажу в конце про всех участников, которые попали в топ-5. Итак, из тех ребят, которые попали в топ-5, у нас были ребята из Катнанды, у нас были ребята из... две команды из Штатов, у нас были мексиканцы и у нас были китайцы. Вот, как раз про китайцев, наверное, будет более интересно, поскольку там название было немножко про них. Мы же сфокусируемся сейчас только на двух участниках, это Project All и GreenCoder. Соответственно, выиграл этот хакатон Project All, это команда из Штатов. Что же они предложили? Они предложили такую гибридную сеть для того, чтобы в случае, когда у вас нет connectivity, когда у вас нет мобильной сети, с помощью Wi-Fi объединять все девайсы в такие мини-кластера, из которых вы уже могли там, например, доступиться через мобильную сеть с другими людьми. То есть, например, у вас банально нет связи, тогда вы объединяетесь с помощью Wi-Fi точек, там, Bluetooth и все подобного в одну, и таким вот образом проходит у вас коммуникация. Ну, в действительности, как оно работает, работает оно вообще никто не знает, поскольку те же Штаты, они довольно-таки большие, и вариант того, что у вас Wi-Fi будет добивать ближайшего живого человека, ну, наверное, наверное, оно как-то будет работать. Однако же именно вот этот вот solution занял первое место. Более интересная ситуация была с китайской командой. Что же они предложили? Вот, представим себе ситуацию, что у нас есть какое-то там, например, наводнение или землетрясение, и основной вопрос в том, чтобы, наверное, выжить, да? Но они предложили такую штуку, что, например, в случае землетрясения вы потеряли свою банковскую карту, а давайте мы вам дадим возможность снимать деньги с банкомата без вашей банковской карты. Соответственно, тут немножко ребята сочетелили в действительности, поскольку одним из их основных спонсоров это был Агрика Банков Чайна, соответственно, это один из очень больших китайских банков, которых их спонсировал. И, естественно, так оказалось, что ихний прототип работает только на их банкоматах. Это понятная ситуация, да? И в действительности они даже запустили пилотный проект, и в следующем году там уже будет более чем 12 тысяч банкоматов, в которых такая штука будет работать. То есть основная идея какая? То есть мы подходим, сосканировали фейс, дали нам деньги, а потом коллектора ищут нас, чтобы мы эти деньги отдали, если они нам не нужны. То есть вот примерно такая вот ситуация сложилась с финалистами. То есть там действительно нужно отдать должное, все команды там были очень мастеровитые, и до самого конца не было ясно, кто же вообще участвует. То есть там был, например, чатик, в котором была куча народа, которые там говорили, ой, я там какой-нибудь Педро из Мексики, я хочу участвовать в Хакатоне, давайте мы там будем что-то делать. То есть была такая категория людей, которые не знали, что они хотят делать, они просто говорили, я что-то умею, давайте объединиться в команду. И были вот такие вот ребята, о которых не было известно до самого финала. То есть они не были засвечены ни в каких чатах, они не были засвечены ни в каких там блогах и нигде. То есть там участвовали в действительности очень мощные стартапы, у которых было нормальное финансирование, и которые, собственно говоря, и зарабатывают деньги тем, что участвуют в таких хакатонах. Одно из наших самых главных достижений – это то, что мы были первые, о ком вообще IBM написал по результатам этого хакатона. То есть я думаю, вот вы все прекрасно знаете теперь эти лица, соответственно, они теперь на веки запечатлены в блоге IBM. Можно зайти почитать, если кому-то будет интересно, то там есть статейка со все о нас, о том, как мы летали по полям на дроне. Вот линги, которые можно будет тоже потом посмотреть относительно нашего solution, если обратно таки будет кому-то интересно. Это, в принципе, все, что я хотел вам сегодня рассказать. Есть ли у кого какие-то вопросы по презентации? То все уже так начинает немножко засыпать. Спасибо за презентацию, было интересно. Такой вопрос. Получается, ваша система завязана на мобильную? Спасибо. Еще раз вопрос. Получается, ваша система завязана на мобильную связь. То есть при торнадо большая вероятность, что мобильной связи не будет. Как вы это будете разуливать? Да, вот мы для этого специально еще обменивались данными между дронами. То есть я говорил в презентации, что у нас запущен там не один, даже десяток, и будет, соответственно, мы работаем на какой-то довольно-таки ограниченной области. И как раз в рамках этой области будет достаточно тоже там Bluetooth или Wi-Fi для того, чтобы добить другого дрона. Если он там, например, зафейлил, обратно-таки у него был локальный кэш. Или в случае, если у нас вообще нет никакого покрытия, в конечном итоге этим дроном управляет оператор. Соответственно, когда дрон возвращается, вся эта инфа в конечном итоге сливается в блокчейн. То есть она, обратно-таки, я говорил, что она может быть не реал таймом, если у нас нету коннективити, но в конечном итоге она все равно попадет в блокчейн. Хорошо, спасибо. Так, вот, дякую за презентацию. Мои питания по криптовалюте. Тобто, я так понимаю, что это добавляет к издовесковой комплексности к системе, но, в действительности, основным концерном был то, что сейчас очень популярно, анонимно переводить деньги. То есть, в действительности, основная цель стояла в том, чтобы не заставлять человека заполнять какие-то документы и подтверждать свою айдентитию. То есть он мог просто прийти и задонатить. То есть нас, в действительности, не интересовало источник этих денег. Если они попадают к нам в системе, мы только их аудируем. Соответственно, основной смысл был в том, чтобы можно было легко аккумулировать средства, не связываться с регуляциями, поскольку финансовый рынок, он же является очень регулированным, и просто так взять откуда-то деньги и их использовать мы тоже не можем. Соответственно, с криптой это было чуть-чуть легче, чтобы ее увязать в какое-то правовое пространство в конечном итоге. То есть обратно-таки, у нас была завязка на трейдинговую платформу, которая имела право переводить из крипты в фиат, и уже фиат мы использовали для того, чтобы это все дело покупать. Спасибо. Мне стало интересно о складах. Какая география складов подразумевалась и основное назначение? То есть если это просто хранить продукты, когда кто-то закажет, то основное время они пустые и подразумевались? Склады, они имелись в виду не то, что это даже стационарные какие-то пункты, которые постоянно находятся на одном месте, здания какие-то. Потому что, например, понятное дело, что если у нас есть там торнадо, землетрясение, наводнение, то этот склад снесет вместе со всем остальным. Это в действительности были пункты первой помощи. То есть когда у нас есть какое-то стихийное место, и у нас резко организуются такие лагеря, в которых происходит вся помощь. То есть в этом контексте имелись в виду лагеря. То есть там, естественно, там не хранится ничего, но поскольку мы заказываем это с онлайн-магазинов, мы должны это куда-то доставить. Соответственно, мы выбираем вот этот лагерь ближайший, который находится к месту нашего события, доставляем туда, естественно, там перепаковываем, и погнали дальше. Спасибо за презентацию. Насчет quality-атрибута, мне кажется, вы закрыли самый главный атрибут, это блокчейн-обилити. И второй, наверное, трон-обилити, ну все модно, молодежно. А вы оценивали, вот допустим, когда вы хотели достичь транспаренции с помощью криптовалют, да? Хотя потом приходилось все равно конвертировать нормальные валюты. И все равно же есть шанс, что как бы скоммуниздить там уже. Это второе. Сейчас извиняюсь. И еще, если, ну, как бы есть такой риск, да, у него может быть какой-то, ну, это про губилити там, не знаю, 10% денег может пойти там не туда, не на те нужды. Но криптовалюты, они как бы имеют тоже волатильность, которая может быть перекрывать вот этот вот риск, как бы нецелесообразного использования. Тут основной вопрос даже был в том, не чтобы запретить деньги, которые мы можем вкрасть, да, а чтобы мы могли потом это провалидировать. То есть, естественно, блокчейн, он же не решает вопрос в том, что кто-то подошел, взял эти деньги и пошел с ними. Единственное, что мы можем сделать с точки зрения именно IT-решения, это позволить это потом провалидировать, да? То есть, если я вижу, что, например, вот этот вот фонд с Чикирилл, и, например, там, я не знаю, на батарейку потратил 10 миллионов долларов, то, наверное, как-то это не совсем корректно, и, наверное, он не должен больше участвовать в нашей системе. То есть... Ну, если такая была выпущена. То есть здесь вопрос состоял в том, чтобы дать возможность именно аудита. А запретить, ну, в физическом мире мы вообще в действительности мало что можем запретить. Мы можем это только потом уже постфактум просмотреть, провалидировать и сделать какие-то экшены уже после этого. Вот и так вот. Спасибо, Денис, очень за интересную презентацию. И у меня был такой приземленный вопрос. Думали ли вы какими-то секьюрити-тактиками, когда импрометировали свой REST-сервис, REST-сервер, например, как DDoS-атаки вы могли бы хендлить? Ну, честно говоря, если сейчас будет такая атака, то все ляжет. Поскольку в рамках прототипа мы использовали только стандартные решения, которые предоставлялись Hyperledger-фабрики, и одно-таки автосгенерированный REST-сервер, который мы использовали, он, скажем так, не сильно секьюрный на данный момент. То есть, соответственно, это было бы следующим этапом. Но в рамках хакатона и прототипа думать сильно о секьюрити, если честно, мы не хотели, поскольку это было бы слишком большой эфир, и мы, наверное, не выкатили именно тот минимальный функционал для того, чтобы вообще покрыть весь пол, который у нас есть в системе. Конечно, да, мы на это чуть-чуть так закрыли глаза. Спасибо. Спасибо за презентацию. У меня больше не вопрос, а, возможно, на пропозиции, может, вы думали про то, что вы выпрацювали торнады, всякие стихийные лиха и так далее, что в Штатах, а если попробовать этот solution продать державе? Да, вот это очень хороший вопрос в том, что применимость этого решения не ограничивается только стихийными действиями. Это вообще может быть отличной платформой для волонтеров. То есть, если кому-то где-то нужна помощь, и в действительности оттуда даже в тот момент можно выкинуть доставками и дронами, поскольку она не сильно релевантная. Но в том плане, что оставить именно сам факт доставки и сам факт того, что мы это можем потом посмотреть, как оно все распределилось. То в этом плане, да, конечно, мы думали о том, чтобы это все продолжать, но пока месть каких-то дальнейших действий относительно того, как мы это будем развивать, пока месть еще не определились. Так просто подождите до министров, скажите, вот вам solution, дайте гроши. Ну, это уже вопрос. Ну, сейчас просто такие киесы очень активно берутся. Ну, я знаю, там много случаев, где люди предложили какие-то решения для волонтеров, для военных действий и так далее. И, соответственно, вы можете непогано продолжить этот solution в рамках нас. Да, я думаю, однозначно стоит над этим тоже задуматься. Однозначно мы об этом еще думали раньше, когда создавали только решения. Денис, очень благодарю вас, как бы хайповал вас сильно модно. Вы держите, да? Блокчейн и IBM Watson, ну, супер. Да, у меня вопрос по прайвеси. То есть, ну, в Штатах очень жестко, да, и вот этот публичный аудит, допустим, что вы предлагаете, да, это будь-хто может подождаться, что, скажем, я замовлял, взять мои координаты. А если взять, например, использование в наших войсковых силах, да, допустим, потенциальный противник, можно найти наши точки по карте, да? И задать какой-то удар. Дякую. Так, там был интересный момент в том, что у нас была специальная роль внутри блокчейна, которая называлась комитинг, которая выполняла роль аудитора. То есть, соответственно, у нас была возможность сделать ее как полностью публичной, да, то есть все все видят и всем хорошо, так и закрыть его специально только для аудитора, который уже мог эту информацию открывать по собственному усмотрению. То есть, основная идея была в том, что у нас есть организации благотворительные, но у нас и при этом есть там один или несколько центральных организаций, которые выполняют только роль аудитории, которые не участвуют в обмене. Соответственно, в рамках даже самого фреймворка мы могли настроить Access Rights так, чтобы эти данные видели только определенные участники сети. То есть, это все строится, очень легко настраивается. Извините, спасибо большое за презентацию. Такой вопрос от меня. Задумывались ли вы о автоматической маршрутизации этих дронов? Если я правильно понял, каждым из них сейчас управляет оператором, предположительно, правильно? Но поскольку их ожидается большое количество, во-первых, и поскольку возможны проблемы с connectivity, во-вторых, бывала ли такая версия, чтобы планировать операцию наперед, либо даже маркетизировать дроны автоматически? Да, то есть мы даже, насколько я помню, у нас дрон позволял выбрать точку на карте, и чтобы он туда долетел автоматически. То есть это даже уже вопрос в том, какую модель дрона купить, да, и какой API он поддерживает. Но вот самому разрабатывать с нуля какое-то решение для автоматизации полета мы, наверное, бы не делали бы. Но такая возможность тоже была, и в действительности она правильная, ввиду того, что всех операторов может не хватить, и это все дело нужно автоматизировать. Так что да, тоже была идея. Денис, хотел сейчас спросить, если я правильно понял, основная точка для начала работы то и всего, того solution, это замовление человека, которое она может сделать раз через что-то, интернет, там непонятно что, и другая речь, кто-то может обрубнуть. Да. Чи не будет на том этапе не больше стопоров? Я же не говорю про то, что нужно поездить в магазин, перепаковать, найти людей, которые довезут, погрузят, распределять на дрони, операторов на тренинг, показать им карты, это все иначе. Но на этапе опровергования, как вы решили? Например, в системе 700 замовлений, от 700 людей, раскинутих там 4 по полосе вашей, например, всего, полностью раскинуто на 700 км. Как выбрати приоритеты, как выбрати опровергование, как выбрати критичность? Ну, потому что все люди, я не заметил на интерфейсе, какой-то момент связан с аллером, медицина. Если мне прилетит таблетка через 2 дня, я уже помер давно. Как вы это вырешивали? Момент опровергования и момент замовления о критичности? В любом случае, нужен был момент, на котором бы кто-то это опроверговал. Здесь основная идея была в том, что обратно-таки, поскольку это прототип, и, естественно, мы не могли сфокусироваться очень детально на теме приоритизации этих запросов, однако же мы как думали? То есть есть у нас благотворительная организация, которая берет на себя ответственность за доставку этого запроса. Почему я говорил, что кто-то должен опровергнуть? Это делает именно благотворительная организация. То есть там сидит какой-нибудь оператор, волонтер, кто угодно, который смотрит на масштаб действий, смотрит, какое куда доставлялось и, соответственно, опроверг эти запросы. Это может быть какое-то определенное количество людей, они могут там находиться в лагере и обратно-таки. То есть да, здесь в данном случае это все работало исключительно на человеческом факторе и в действительности придумать какой-то автоматизированный способ здесь довольно сложно, потому что мы не знаем, человеку там в действительности нужна эта помощь или она там не нужна. Однако же мы можем сказать, что если у нас там, например, в Олбани сейчас прошел торнадо, человек там где-нибудь в Нью-Йорке заказывает себе помощь, то, наверное, такой реквест мы не будем опровергивать. То есть на данном этапе это было довольно-таки просто. То есть кто-то сидит, смотрит на карту без следа, если оно находится рядом, это опровергивается, если это что-то где-то непонятное, то, простите, мы такой запрос не будем опровергивать. То есть просто common sense. Два остальных запитания. У меня просто была другая частина питания про пайлеси. Ты сказал, что вы используете ICL. Ну типа круто. Разделяете доступ, так? Но вы же не просто ICL використовываете. Вы просто ICL, это шлях до привычки. Вы, например, на певно, сейчас скажи да, на певно, вы використовываете компакт-монтализацию доступа, то шифруете данные. Там это все в действительности делается фреймворком под капотом, поэтому в рамках прототипа мы ничего даже там не изменяли. То есть все, что там дефолтное было. Скажи, плануете, хотя бы. Ну, плануемо это, если у нас будет финансирование на этот проект. То есть, конечно, плануемо и будем делать все, что нужно в рамках регуляции. Так, я на самом деле буду такой маркетинговой словечью, которая будет раховать деньги. То есть, вы три месяца купасили, вы, ну, сдобули бесценный опыт, грант вы не выиграли, но вы сделали классную рекламу для СССР, как для себя. Чи вы получили какие-то дивиденды после участия в Кракатонии, которые можно выбирать эфиром, або биткоинами, або как иначе? Ну, мы же подняли ICO, у нас есть токенизация, соответственно, уже хардкап прошли, так что, в принципе, определенное количество криптовалюты уже есть на внутренних кошельках. Ну, шутка, конечно, но кроме признания от IBM в блоге. А может быть, на СССР какие-то клиенты приехали и станут нуждаемых криптовалют? Ну, в действительности сейчас это будет работать как отличный кейс-стадий для нас. Соответственно, нам есть реально, что показать, нам есть реально, потому что вот мы сделали прототип, это не просто прототип, о нем написал IBM и в качестве такого хорошего подспорья для общения с клиентом. То есть всегда, когда заходит клиент, он говорит, покажите, что вы сделали. Вот, пожалуйста, яблого не дуже, но яблого великого сопротивления. Да. Дуже дякую.